Девчонки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Мы продолжаем серию видео про тренды, и сегодня мы поговорим с вами о том, какие цвета будут актуальны осенью и зимой 2021-2022. Не забывайте о том, что в конце видео у нас пройдет конкурс, и вы сможете выиграть классный бьюти-бокс. Также не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии, нажать колокольчик для того, чтобы YouTube оповестил вас о том, что у меня вышло новое видео. Первый актуальный цвет предстоящего сезона – белый. И не зря я сижу в нем, потому что это мой любимый цвет на самом деле, и потому что он будет актуален. На самом деле, белый всегда возвращается в зимний период. Ну, точнее, как он не уходит из летнего, потому что летом он тоже очень актуален. И зимой тоже всегда приходит в моду. Но в этом сезоне он будет особенно так яровиден, потому что большая часть коллекции у каждого дизайнера почему-то была выполнена в белом цвете. Если взять палитру Pantone, да, все знают, что такое Институт Pantone, то у них этот цвет назывался кокосовый крем. Звучит вкусно. Ну, в общем, на самом деле просто белый, и он был во всех коллекциях. Следующий базовый цвет, вы как поняли, да, что я уже начала с базовых цветов. Следующий цвет называется Soya, и это такой холодный бежевый оттенок, который, опять же, часто встречался на показах. Но хочу сказать сразу, что более актуальными и самыми главными цветами будут яркие цвета. Это такие базовые, с которыми можно будет эти яркие цвета смешивать. Следующий цвет Ultimate Grey, это, ну, такой цвет меланж, что ли, да, то есть он такой светло-серый, холодный светлый серый цвет. Тоже всегда является базой на зимний сезон, ну, просто из палитры берут разные его оттенки. И следующий базовый цвет, что, кстати, не часто бывает, именно оливковый в базовом цвете. Оливковая ветвь, это такой теплый хаки цвет, оливковый цвет, и он сейчас особенно будет актуальным именно в базе. То есть у нас база теперь не только, как, я не знаю, по-моему, до сих пор думают многие люди, что это бежевый, там, черный-белый, а базовый цвет еще и оливковый. Вообще, мне кажется, что оливковый, это такой, как новый бежевый, что ли, пришел. Вот когда-то синий вместо черного, да, очень сильно захватил рынок. И в данном сезоне оливковый встанет вперед бежевым. И давайте перейдем к самому интересненькому. Это яркие цвета, самые актуальные цвета по версии Pantone. Первый цвет называется Green Bee, да, на русский это зеленая пчела. И вы не поверите, да, в летнем сезоне был этот ярко-травянистый цвет, и в следующем сезоне, ну, практически такой же, там, чуть-чуть другой его оттенок, был буквально-таки на всех показах, видимо, этот такой жизненный оттенок, да, придавал всем классное настроение и остался с нами в предстоящем сезоне. Следующий цвет тоже яркий, называется Tomato Cream. Вообще, на самом деле, оранжевый всегда приходит в осенний сезон, потому что это цвет листвы, и все это очень прекрасно сочетается с природой. Ну, в этом сезоне он такой яркий, насыщенный, интересный, прям оранжевый-оранжевый-рыжий такой классный оттенок. Следующий цвет – это самый актуальный цвет предстоящего сезона. Он называется Ibiza Blue, не электрик и не голубой, а вот если смешать вместе, то получится такой красивый, насыщенный оттенок синего, и именно он станет самым актуальным оттенком сезона. Поверьте, это я пропагандирую, мне так кажется, что так будет. И он заменит такие зеленые, которые, мне кажется, уже должен, ну, надоест где-то к середине осени. Следующий цвет – это желтый, его назвали по понтону, да, illuminating. Он такой ярко-лимонно-такой холодный желтый, но очень-очень насыщенный, жизнеутверждающий, поднимающий настроение. Ну, вы видите, да, такая палитра очень яркая. Например, мы можем миксовать там оранжевый с желтым будет красиво, оранжевый с зеленым, зеленый с вот тем самым синим, да, и все это будет круто работать. Следующий цвет – просто мой личный фаворит. Он называется Вайнели, ну, типа винишко. Цвет винишко. Бордовый, опять же, приходит всегда в осенний сезон. Тут все по классике, без каких-то вот выдумок. Бордовый, оранжевый цвет листвы, цвет осени, и будет очень красиво смотреться в природе. Следующий оттенок, он нетипичный для осеннего сезона. Он называется First Blush, как первый румянец. Он больше актуален будет для зимнего сезона, да, как раз-таки, когда появится первый румянец от мороза. Все вот эти холодные оттенки, да, белый, нежно-розовый, круче смотрится зимой в белых каких-то снегах, в московской грязи. На самом деле, да, розовый – это больше летний оттенок, но вот он появился в осенней палитре. Он такой, знаете, как цвет платьев подружек невест. Прям супер-розовый, такой немножко свинячий, нежно-нежно-розовый. Следующий цвет – Downtown Brown, да, if you know what I mean. На самом деле, действительно, темно-коричневый очень сильно ассоциируется у меня лично с Бруклином. Не знаю, почему, потому что мы эти коричневые дома. Темно-коричневый, цвет депрессии. У нас, собственно, осенняя меланхолия будет, поэтому носим темно-коричневый. Но он круто сочетается с бордовым, он круто сочетается с оранжевым, и все это в миксе нам даст красивые комбинации. Следующий цвет, такой желто-соранжевым, это интерпретация охрового цвета, но он более яркий, чистый и более выбеленный. Он называется Deirily, то есть он такой, ну, ближе, наверное, к желтому, чем к оранжевому, но очень теплый. Интересный цвет, опять же, да, в осенней палитре круто смотрится. Мне кажется, еще даже больше поднимает настроение, чем холодный желтый. То есть вот он максимально такой располагающий, теплый, обволакивающий. Еще один оттенок голубого будет в модных цветах этого сезона. Он называется Clear Sky, да, чистое небо. И действительно хочется чистого неба осенью, и, видимо, поэтому здесь появился данный оттенок. Данный оттенок чаще появляется в летней палитре. Тем не менее, он встретился здесь в осенне-зимний, что меня в целом радует, потому что, опять же, я пропагандирую, что самым модным цветом будет вот тот самый синий, да, Ibiza Blue, и он круто будет сочетаться с вот этим Clear Sky. И следующий цвет – это Red Alert. Это как тревога, оповещение. Ну, в общем, это красный, пожарный вперед. Красный оттенок, мне кажется, больше для вечерней истории подойдет, потому что с этой палитрой красный не везде вяжется, только с зеленым, наверное, будет прям очень красивое сочетание. Но для вечерних выходов очень даже. И я бы добавила еще пару цветов, которые лично я увидела на показах. Это лиловый и ультрафиолетовый, да. Я помню, как-то несколько лет назад фиолетовый прям хайпанул, и везде был только фиолетовый, фиолетовый, фиолетовый. На самом деле это больше цвет 80-х. Но в нулевых тоже активно использовали больше лиловый, но ультрафиолетовый бывало. Почему? Потому что это такая яркая эпоха, да, яркое десятилетие. И в это десятилетие, ну, использовали все, что имело, да, какой-то привлекающий к себе цвет. И вот фиолетовый в том числе, плюс фиолетовый, лиловый, фиолетовый – это все-таки цвета инфантилизма, то, что нам сейчас очень нужно, потому что, ну, всем надоело сидеть дома серьезно. И еще один цвет я бы сюда добавила – это золотой, да. Не зря говорят «золотая осень», и действительно золотой встретился в огромном количестве показов, но больше в вечернем моде. И тем не менее вот эта игра слов, она очень круто подходит под данную палитру, потому что она получилась очень осенняя. Фантона, да, там и бордовый, и два вида желтых, и там еще красный. Ну, в общем, все то, что есть в осеннем букете, да, листиков там всяких разных. И вот здесь то же самое. Поэтому я бы сюда еще добавила золотой, потому что он действительно будет круто сочетаться со всем тем, о чем мы поговорили ранее. Я хотела бы напомнить вам про конкурс. Для того, чтобы в нем поучаствовать, вам нужно написать комментарий, поставить лайк под этим видео, написать «участвую» или написать, какой цвет вы точно будете носить в этом сезоне. А мы через три дня объявим победителей здесь же в комментариях. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным, информативным. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok